Культ поход Александр, простите за то, что мы спросим вас Миллион, сто пятьсот раз, наверное, задавали вам этот вопрос Вы не родственник? Честно Нет, к счастью или к сожалению Не родственник, хорошо, выяснили Ну что, с приездом в наш город, как освоили? Спасибо Кроме гостиницы, видимо, еще ничего не посмотрели Ну, городской парк только, я успел окинуть взором Илье больше повезло, меня прям с аэропорта приезли Сразу к вам, да Один из городских парков, у нас их несколько Раз вы в Хилтоне, это парк имени Кирова называется Близ Криса Обозрения Да, близ Криса Обозрения Все рогично, Соловьевский парк В парке имени Кирова В городе Кирове парк имени Кирова Вернее, да, все нормально Как ощущения, настроения? Ну, какой боевой, это не знаю Правильно сказать? Боевое, рядом со мной в себе не надо Боевое Наверное, просто отличное Да Мы фильм еще не посмотрели Нет А как же так? Мы посмотрели только трейлер И как вам трейлер? Трейлер меня, ну, впечатлил А что именно вас впечатлило? Картинка Картинка? Картинка, вот она какая-то прям вот Сразу погружаешься в эту атмосферу историческую Все-таки, это тринадцатый век Начало тринадцатого века Да Да Тридцать восемь лет, если не ошибаюсь Было Евпатию Ну, тридцать семь, тридцать восемь Тридцать восемь, да Вот я сразу же обратил внимание Просто я историк по образованию Вот И как-то с детства самого для меня Евпатия представлялась каким-то очень таким Большим, могучим богатырем русским Слово богатырь Богатырь Богатырь, да В нашем классическом понимании этого слова Он же все-таки Ябур, Миталеша, Борща, Добрын Изображения, которые существуют, они такие Ну, он такой дядька, тут достаточно такой крепкий Действительно И я сразу же обратил внимание на то, что Илья, Илья как-то Сейчас зашел такое в студию Илья, и все разочаровали Илья достаточно такой обычной комплекции На самом деле, да В этом заключается наша главная мысль По поводу самого термина богатыря То, что человек, если бы мы представили богатыря В классическом нашем понимании этого слова То ему некуда, ну, было бы меньше сопротивления Некуда было бы расти То есть он пришел большим, большим всех победил И большим закончил фильм Когда человек, тут у нас вышел такой термин Как богатырство духа То есть для меня все наши воины Солдаты той же Великой Отечественной войны Афганской, Чечни, они все богатыри И вот в этом, несмотря на их комплекцию Вот в этом, в каком-то схожести с обычным человеком нашим русским И преодоление препятствий, вот каких-то страхов даже больше своих И умение в какой-то момент взять на себя ответственность И повести за собой людей И отомстить врагу за то, что напал нашу землю Вот в этом богатырство Такой взгляд Нет, я просто посмотрел Я просто посмотрел на Илью Я люблю на Илью смотреть А у нас это взаимно Это ваша первая совместная работа Или вы раньше были знакомы? Нет, это первая наша совместная работа Надеюсь, что не последняя Вот Должен отметить, что Илья просто Ну, это счастье с таким партнером На площадке работать Подожди, я сейчас говорю Потому что я всем это рассказываю Это всем говорю Что были случаи, когда просто невозможно партнеру Как-то помочь тому актеру, который в кадре Подкинуть реплику или показать глаза Но Илья умудрялся залезть за Максима Осадчева куда-то Ну, это невозможно под камеру залезть Если Осадчий лежит, то Илья еще ниже Главное, чтобы подкинуть текст И помочь как-то партнерски глазами Я быстро тоже закидаю его комплиментами Потому что у нас уж раз так Я тоже говорю, а вот так вот, да Давай, ладно, я не слышал этого давно Потому что Саша Цой тоже прекрасный партнер И про это нельзя не сказать Я хочу, чтобы в следующем нашем фильме, где мы будем работать вместе Все-таки погиб в конце он героически А я стою... Вы, в общем, соответствуете, да? То есть сюжет фильма Легенде Та самая легенда В Епатии все-таки погибает Мы сейчас вскользь про это пройдем Чтобы было интереснее В современном кинематографе человек может в этом фильме погибнуть А в продолжении, как-то не бывало, продолжится И все изменится И ваша мечта сбудется Насколько я помню, легенда в конце Епатии погибает Все-таки хан Батей дает право вернуть его тело И не трогает, никого не трогает И отпускает тех, кто остался в живых Да, там человек 200 Ну, кстати, я посмотрел вашу биографию У вас ведь такая немаленькая разница в возрасте Шесть лет Александр все-таки постарше, чем Илья Но при этом вы по знаку зодиака весы Оба Оба Я сейчас тоже с ним сказал А я не прочекал это Мы оба родились в начале октября Вот это да Я-то думаю, что ж такое Что ж у вас в мир нас одет Между нами только Есенин и Сергей Витальевич Безруков Хорошая компания Но разница в возрасте не мешала как-то друг друга понимать Или вообще Да нет, я думал, младше Не задумывались об этом? Да нет, об этом абсолютно не было Никакой мысли, что там старше или младше Вообще на площадке об этом не думаешь На самом деле Особенно в, я не знаю Ну вот в этом проекте Ну таких мыслей совсем Кто старше, младше Здесь просто надо было работать Надо было выдавать Надо было соответствовать масштабу происходящего Как вы попали на эти роли, хочется поговорить Ну, Евпатия это Рязанщина Ну да Илья родом из Рязани Да, но дело в том, что Нет, это не так связано в смысле, что Я попал на эту роль Ну все-таки вот такая связь Дело в том, что об этой связи продюсеры узнали после моего утверждения Поэтому было такое Режиссер узнал в процессе проп уже финальных А другим сказали уже после Поэтому это было для всех такой снег на голову Ну, хороший снег Большой ли конкурс был вообще на роли Евгения? Я не знаю, сколько конкретно было актеров Ну, я знаю, что были и медийные люди Те, кто много снимается И просто ребята приходили Всякие разные Но, видимо, как-то у нас совпало Что я очень хотел сыграть эту роль А продюсеры, режиссеры увидели во мне того Кто может ее сыграть Поэтому как-то у нас так сошлось Обычные, обычные пробы, обычный кастинг Ничем не примечательный Ничем не отличающийся от других То есть вот просто сложилось Я даже не знаю Ну, понятно, слушай, хочется в чем сыграть Калаврата, да, в России Почему же нет? Ну, да А вот на Баты это как? Тоже конкурс? А вот это даже мне интересно Мне вот сейчас Илья-то говорит Историческая родина Александра-Узбекистана Да Да, да Илья говорит, что это обычно Ничем не отличающаяся У меня наоборот был какой-то Я был в этот момент Ну, давно меня нашли И как бы говорили, что будут пробы Возможно И мы встретимся, возможно, на пробах И... Еще был не Ваня? Или уже... Ваня уже, все Ну, меня познакомили Но не было проб Мы просто познакомились И там прошел месяц Полтора, наверное И я был В тот день, когда мне позвонили И сказали, что вот завтра пробы Я был в Екатеринбурге На гастролях С театром школы современной пьесы И мне сказали, что вот завтра Будут пробовать на Хана Баты Я говорю, а на послезавтра Нельзя, потому что у меня билет Он говорит, нет, завтра Я начал просить своих администраторов В театре, чтобы они меня раньше После спектакля Тут же отправили в Москву Потому что я понимал, что я должен Это успеть, я должен сыграть И я должен взять эту роль Вот И когда я прилетел Не выспавшись, а в общем Пять часов где-то вот полно... Ну, все это происходило Пять часов Примерно грим Примерно костюм Ну да, у него... И все Выставлялся свет Имитация огня в кадре Вот это вот Сцена шатре А, в шатре у тебя Ну да В шатре у тебя Да, у меня в шатре В царском шатре Вот И у меня было полное, полное ощущение Что я просто провалил пробы Вот в конце Из-за чего такое ощущение Валерий Ну вот так часто бывает Ну вот просто Я был, во-первых, уставший И в конце проб у меня Начал дергаться правый глаз Ну вот Ну че-то за батыря, у которого правый глаз дергается Вот Так подумал Саша Все равно понравилось Я просто не мог управлять собой Не мог контролировать себя Я понимал, что я просто провалил все Приехал домой, уснул Все, я в принципе Успел проститься с ролью хана батыя Но через пару дней Раздался звонок Главный режиссер квартиры Джаник Джаник Фазиев Насколько легко было работать Вообще с режиссером Ну вообще Джаник, он главный, когда, сказать, куратор проекта Он все-таки снимал фильм Вань Шархавельский И При этом Ну, Джаник приходил Он был, он как бы, знаете, наш духовный, так сказать Идейный вдохновитель, духовный, что ли Не вдохновитель Поддержатель боевого духа То есть он приходил Он заботился о картине В процессе съемок И приходил Весь Ну, постпродакшн Это все уже было на нем Какие-то дни до съема тоже То есть это такая была Большая совместная работа Но С ним я знаком со второго курса в ГИК Так как у него он набрал студентов Фазиевцев Режиссеров И это была моя первая работа С каким-то режиссером В принципе кинорежиссером Я тогда не знал, кто такой Фазиев Что это вообще Вот такая личность Просто вышел на площадку У нас был какой-то Короткий этюд Какие-то работы с актером Вот тогда То есть это уже Я в принципе знал А потом вот так вот совпало Что сложилось вернее Что мы продолжили работать Уже на кого врать А Ваня узнал На самих пробах И на съемках Была какая-то абсолютная Ну, если не идея То, ну, Саша не даст соврать Теплая, дружественная атмосфера Начавшаяся вообще С его каких-то Рыбных пирогов Еще на момент подготовки Репетиции Каскадерских Тренировок Режиссер нам готовил Он как-то сплочал всех Весь коллектив Это было очень Ну, он спокойно режиссер работал Он экшн раньше вроде не снимал В его биографии нет такого ничего Нет, но Знаете, он У него было абсолютное спокойствие И знание того, что он делает То есть он понимал, да? Да, то есть у него Ощущение, что он видел То есть когда У меня же все равно Все-таки это был дебют И мандраж здоровый Естественно, он был И в какой-то момент Какие-то моменты Ты меня отключал Я говорю, Ваня Например, тяжелый день Вначале были драки Какие-то вечером Драматические сцены И я говорю, я не понимаю Вообще, что делать Ты мне вот просто говори Я буду вот Сейчас как обезьянка Вот ты мне И вот были такие Несколько раз Потому что действительно Было психологически Трудно И он говорил И я старался его слушать И делать То есть как бы Он абсолютно Сохранял спокойствие Как-то он Юмор даже Я бы сказал Здоровый юмор Да, да Он был спокоен Он был уверен В нас И вообще Вся команда Которая Работала над фильмом Это Была какая-то Вера в нас За это Бесконечное Огромное спасибо Потому что Это чувствовалось На площадке Причем Вот эта Огромная махина Вся работает На тебя И вот ты чувствуешь Что они Ну да Не то чтобы Тебя как-то Они верят в тебя Это было и в режиссере Это было и в Ване В первую очередь Это было в Джанике Это было во всех Я не знаю Ну во всех И только из-за этого Из-за этой веры В нас Наверное Ну как бы У нас получилось что-то Что-то у нас получилось Уважаемые слушатели Большое Большое Очень уточнение Возможность Пообщаться И с Ильей И с Александром Есть сейчас Не только у нас С Николаем Она будет и у вас Сегодня В кинотеатре Колизеи В 19.30 Стартует очередной Показ Сеанс Фильма Ну как он Не совсем уж очередной Это скажем так Это звездная премьера Звездная премьера вернее В 19.30 И вот по завершении Этого сеанса Как раз таки И Александр Цой И Илья Малаков Предстанут перед публикой То есть это где-то Ближе к 10 часам вечера Будет И любой абсолютно желающий Только вот Человек с улицы Может зайти туда именно Что и с улицы пускать будут Да-да-да Там и так нет Зал переполнено Нет я уже выяснил Любой желающий Может туда зайти То есть не обязательно Нет хотя конечно желательно Чтобы вы сначала посмотрели А потом уже и говорили По кем-то пришел Желательно посмотреть сначала Конечно Там и автограф сессии И так далее В общем То есть ближе к 10 Кучкуйтесь у Колизея Да-да Понятно все Сейчас мы вас лично приглашаем Действительно дорогие кировчане Правильно? Правильно Правильно Кировчане Угадал Да ну я старался Даже не очень господин Вот Ну мы лично всех Саша мы приглашаем Позовем Приходите конечно Мы с огромным удовольствием Расскажем о фильме Что Ты же первый раз в Кирове тоже В Кирове да Вот У нас сегодня премьера Наша человеческая в Кирове Во первый раз И наша большая премьера В принципе в России Сегодня второй день Так что ждем вас Давайте сейчас Небольшую паузу сделаем После чего огласим Список призов Который у нас сегодня есть И начнем розыгрыш Культ поход Илья Малаков и Александр Цо Исполнительных главных ролей В фильме Легенда о Калаврате Сегодня у нас в гостях В программе Культ поход Вчера была премьера фильма Легенда о Калаврате Но вот сегодня Можно с ребятами Будет встретиться В кинотеатре Колизей И мы безусловно Разыграем билеты Но правда Не на сегодня Нас предупредили Потому что сегодня Уже все Потому что все Уже раскуплено Физически нет места В этом помещении Ни стоящего Ни лежачего Ни стоящего В какой-то один из ближайших дней Вы обязательно сможете сходить На Легенды о Калаврате В кинотеатре Колизей Ну и мы конечно Сейчас озвучим еще следующие У нас много других Всевозможных призов Начиная с того Что драматический театр Сегодня Джульетта выжила Ироническая антиутопия 18.00 16 плюс Завтра 18.25 Запрещенный роман Ограничение 12 плюс Я думаю что гости Сейчас с удовольствием слушают Нас внимательно наверное слушают Но у нас драматический театр есть С огромной историей И не один драматический театр Есть Как это Не скромно наверное Студенты У которых я преподаю Они работают В Кировском театре В Кировском драматическом театре Театр на Спаске У нас еще есть Снежная королева Сказочная история в двух действиях Это завтра будет 2 декабря в 11 часов Как всегда Пригласительная в кинотеатр Смена или дружба Пожалуйста На любой сеанс В любое время Книги от магазина Читай город у нас Имеются Джон Стейнбек Русский дневник Захватывающая книжка Театра Либо Ленина 103 Торговый центр Крым Дудукист Да? Дудукист Причем очень известный Дудукист Уникальный дудукист Аргишти Да? Аргишти 3 декабря в 17.00 Там не просто концерт Потом еще и дискотека От Ретро-ФМ Ух ты И далее у нас еще Гауди Да 7 декабря Наш любимый ресторан Клуб Гауди Отмечают 7-летие Будет уникальный живой концерт Все резиденты на сцене Перечислять не буду И ведущий вечера Виктор Николаевич Ну вот такой у нас Солидный Достаточно призов Уважаемый гость 211-101 Наш телефон Надо еще раз напомнить Уважаемые гости Задавайте вопрос Илья Ну что ж Илья Илья Первый Первый вопрос мой С фильмом будет связан Да конечно А какой приз Приз какой Только что Известно вас бискот Они будут выбирать Вот эти все билеты Ох ничего Да-да-да Вот такая у нас лотерика Первый вопрос Дорогие друзья Как вы думаете В каком веке Происходили Действия фильмов Мы уже озвучили Кто вниматель Вопрос на внимание Кто вниматель А нечего слушать Надо внимательно Все В каком веке Происходит действие Фильма Легенда Калабрани В каком веке Да жил Собственно Евпатикалаврац Хороший вопрос Слушай Сразу звонят Пытаются ответить Да уже у нас Алло Добрый день Здравствуйте Здрасте Как зовут вас Владимир Здравствуйте Владимир Да, ну и так. И восьмой век. Восьмой? Рановато. Неудача, Владимир, неудача. Эпик фейл. Давайте вторую попытку еще дадим вам. А как холодно. Это второй век. Так, вы не в ту сторону. Прекратим пока, Владимир, общение, дорогой. 211 стратегий. Люди, загляните в гаджеты, в конце концов. Это очень просто выяснить. Кстати, вы в курсе, что с вами снимался актер, который свою карьеру начинал в Кирове? Это Тимофей Трибунцев. Он родился в Кирове. А что значит, вы знаете? Ты не видел Трибунцева с собой, рядом с тобой ходил? Он же там в Дружине. В Дружине, Калавратове. У него просто не было написано, что он из Кирова. Вот в чем дело. А он кировчанин? Да, родился в Кирове. Ты знал, что лицо сделал, как будто ты знал это? Серьезно? Я всегда такое лицо делал. Он же Батырин. Он родился в Кирове, начинал играть в любительском театре, потом уехал в Москву. Давайте дадим другому слушателю попытку вспомнить. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Сергей. Сергей. Слушаем, в каком веке происходит действие? 13-й. 13-й. Бинго! Прекрасно! Прекрасно. Так. Здорово. Ну что, на Калавраты пойдете? Ну, давай. Хорошо. Да, билеты на легенда о Калаврате, да, выбираете? Да. Да, пожалуйста. Тогда трубочку не кладите, и вам редактор объяснит, как получить этот билет. Александр, ваш следующий вопрос. Итак, мой вопрос это, чьим внуком являлся хан Батый? Тоже хан? Да. Кто был дедушкой хана Батый, я могу сказать? Да, да. Ну, я же все витиеват. Сейчас попробую, чтобы все... Ну, понятно. По-восточному, по-восточному так же назовите дедушку хана Батый. Александр Цой спросил про своего дедушку, скажем так. Да, да, да. А кто мой дедушка? Да, да, да. Наверное, никому носил фамилию Цой. А сейчас ведь скажут правда про твоего дедушку. Нет, правда сейчас, они все это узнают. Есть звонок у вас? Нет, пока еще думают, хотя не знаю. Видите, как сложно. Даже в советское время в школе мы знали, кто был дедушкой хана Батый. Времена, конечно, древние. Есть звонок. Теонные. Да? Ну что, принимайте звонок, Александр. Итак, здрасте. Здрасте. Здравствуйте. Как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста. Вадим. Вадим. Итак, вы готовы ответить? Конечно. Отвечайте. Хан Батый был кротным внуком Чингисхана. Очень красиво. Немного, не меньше, наверное. Да. Или даже ответил. Угадал. Красиво сказал Чингисхана. Чингисхан. С уважением. А как еще по-другому? Чингисхан. Так вы. И вы, наверное, знаете, что вы хотите выбрать? Какой приз, какой подарок от... Вадим. Да, да, да. Книжку писателя вот про... В общем, про путешествие снял. А, русский дневник, 47-й год, Джон Стейнберг, да? Ну, не просто так писатель. Это вообще американский классик, очень крутой, да. Отлично. Чингисхан ваша. Не кладите трубочку, он бесят, как вы сможете ее получить. У нас, кстати, нередко такое бывает, когда наши слушатели выбирают именно книжки. Ну, это хорошие показатели. Это прекрасно. Это прекрасный такой, вполне вещественный. Фильм можно потом посмотреть. Сейчас, видимо, будет музыкальный вопрос. Да, у меня музыкальный вопрос не связанный с колоратом, а с 13-м веком не связанный. Связанный, скорее, с нашим веком. Мы с таким пареньком, которому буквально вчера исполнилось уже 62 года. Мы его знаем по имени Билли Айдл. Да, был такой парень, да? Это, естественно, его не настоящая фамилия, да? Но вот сейчас мы позвучим, чтобы вспомнили, кто он такой, а потом я задам вопрос. На самом деле, его звали у Вильяма Броу, а вот прозвище ему придумали, не он сам придумал, ему придумали. Вот вопрос такой, кто же ему придумал? Это прозвище Айдл, да? Это красиво. У нас вообще в России говорят Билли Идл. Да, Идл. Чтобы понятнее было. На самом деле, Айдл очень важно. Кто же придумал? Ты придумал его возлюбленная, ты придумал его психиатр или ты придумал его школьный учитель? Вот три варианта ответа. Кто придумал прозвище Билли Айдлу? Возлюбленная, психиатр или школьный учитель? Какой интересный набор. Он мне нравится. Предложивший второй вариант. Вы не подсказываете, а вдруг они ответят по-другому и получат приз. Да, 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 мы не наводим ничего. Психиатр, вторая половина. Хотя учительница тоже. Очень здорово. 211. Садись звоночек уже. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, кто же придумал Билли такое прозвище Айдл? Возлюбленная. Мимо. Два варианта остались. Андрей Шигалин нам дозвонился, надо сказать. Да, психиатр или школьный учитель. Учитель. Совершенно верно. Причем учитель химии. Дело в том, что по-английски слово Айдл, он значит не только Идл. Также точно значит слово Лентяй Айдл. И он написал в дневнике Билли Айдл. Ты Лентяй. Да, ну Билли, ты Лентяй. И потом в свое время он это просто вспомнил, потому что по жизни был такой парень. Конечно, со второго раза вы все-таки угадали, что получить хотите? Филармонию. Филармонию. На дискотеку? Полностью. Так, мы не ошиблись, это Андрей Шигалин, да, Вит? Нет, нет, это Александр. Это Александр. Вот я и думаю, что Андрей бы так все. На дискотеку я не пошел бы, да. Хорошо, не кладите, пожалуйста, трубку. Александр, вы не сядете, как вы попадете в филармонию. Ну, за такой ответ можно и всю филармонию хочу говорить. Так, я задаю свой вопрос, чтобы завершить круг, или на рекламу пойдем? Задаю, хорошо. В честь того, что сегодня 1 декабря, календарная зима, дозвонитесь, пожалуйста, расскажите какое-нибудь стихотворение или исполните композицию чуть-чуть, связанную с зимой. Спойте. Спойте. Или танцуйте. Мы практикуем такое. Или танцуйте. Ты вот можешь сейчас, Илья, прям... Вот, я, давайте. Как бы не было зимы в городах и селах, никогда бы не знали Кого-то лишили приза уже. Всем наверняка эта песня с полу. Осталось меньше песен. Осталось меньше песен. Пожалуйста, Илья Малаков уже исполнился так сходу. Есть звонок. Ну, он же желающий испеть. Алло, добрый день. Здравствуйте. А вам надо про зиму спеть или про снег? А это про зиму и про снег? А это Светлана дозвонилась, да? Нет, не снег. Да, да. Светлана. Давайте про зиму. Давайте. Светлана, мы с вами заодно. Вы прекрасны. Я требую, чтобы Светлана... ...этих невеселых... ...нет лишилась няблась 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 няблась... ...кабы не было зимы... Так, а другие песни... Кабы, кабы, кабы. Ну, у нас дуэт. Светлана, дайте ей, пожалуйста, подарок. Александр, вспомните какую-нибудь свою любимую песню про зиму? Мою любимую песню. Ну, вонгольство. Ну, или хотя бы ту, которую знаю. Ждем зима... Сейчас все монголы скажут, сейчас мы за такой язык монгольский. Ладно, Светлана, что вы выбираете? Какой приз у вас? Колизея-то нет больше. Я рядышком живу в колесе. Колизея нет, к сожалению. Нету колизея. Точнее, билетов нет. Ага, давайте тогда смена. Хорошо, все. Не кладите трубку, пообщайтесь с редактором. Напомнит, куда прийти. Сейчас у нас реклама небольшая. Напомним, что у нас в гостях исполнительных главных ролей в фильме «Легенда о коловрате» Илья Малаков и Александр Цой. Мы продолжим через минуту. Культ поход. Снова с вами. У нас в гостях Илья Малаков и Александр Цой. Здравствуйте. Да, еще раз здрасте. Еще раз. Илья, напомним, сыграла Евпатия Клаврата, Александр Цой, Хана Батыя. И сегодня с ребятами можно будет встретиться в кинотеатре Колизея. Ближе к 10 вечера можно будет подойти после того, как завершится сеанс, который начнется в 19.30. В 19.30, да. Приходите. Звездная премьера начинается. Какой-то особой подготовки именно к этой роли, к роли Евпатия, Кроли, Хана Батыя. Ну, кто начнется? Пришлось прибегать? Начни ты. Особо, не знаю, физически. Ты ведь заглавный герой. Вы или занимались спортом, вы борьбой занимались, да? Я занимался борьбой, но, к сожалению... Там же все-таки физически тоже должна быть подготовка. Да, но в плане какого-то крепости духа, может быть, мне и помогла в том плане, что мы... Илья, погоди, а борьбой какой? Грекоримской. Грекоримской? Да. Коллеги. А, да? А для канала классическая развивалась. Да, вот так, да. А ушей не видно, потому что уши сломаны бывают. Да, обычно так. Но я вот это вовремя закончил, хотя мне нравилось, в принципе. Дело в том, что введение боя с мячами, конечно, мне до этого не приходилось практиковать нигде. То есть в Афгике мы практиковали все-таки рапиры, шпаги. Фехтование в классическом смысле. А именно на старых славянских этих мячах это была где-то месяц, полтора-полтора там подготовка с каскадерами, профессионалами группы Саши Самохвалова. Ему огромное спасибо, там, Тарасу, Яше, ну, Олегу, всем, кто причастен. Потому что люди-профессионалы, они вложили в наши руки мячи, так сказать. И главное, что мы должны были понять, когда мы выполняли эти связки, схемы боев, что все введение, оно основано на посадке, на ногах. То есть нас очень много ругали за то, что, ну, по-хорошему ругали. За то, что мы выходим на носочки подпрыгивать все время во время блока, во время каких-то... То есть нам все время говорят, вы тяжелые, 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 тяжелые ноги, ватные ноги, тяжелые ноги, низко-низко. И тогда, действительно, когда ты это, а фундаментальные какие-то вещи, как в любом, наверное, спорте, принимаешь, ты какое-то вот это щелкает, и тебе уже дальше намного проще с этим владеть. И, конечно, я рад, что мне доверили возможность самому выполнять трюки, которые в фильме у нас использованы все. То есть без каскадер. Сами все делали? Да, все делал сам. Рядом были каскадеры, которые... Чего ты улыбаешься? Я просто смотрю. Он вообще, он затылком видит. Я просто слушаю и просто наслаждаю. Ты не рассказал о том, как ты получил еще и травму. Не-не-не, ну травму же я не на съемках... Ну, в смысле... Мечевое ранение? Нет, на съемках у нас все получали царапины, все получали какие-то синяки, но это было нормально. Ну, без этого никак нельзя. Ну, конечно. Да, то есть травму я получил, к сожалению, вне съемочного процесса по своей вине, но в любом случае съемки продолжились, все как бы дальше... Были очень приятные люди, которые помогали нам как-то, поддержали внутренне. То есть то, о чем Саша сказал, действительно было приятно, была какая-то домашняя в этом атмосфера, при том, что мы делали что-то глобальное в российском масштабе. Вот это вот какая-то уникальная, мне кажется, история вообще. Ну, как ты готовил шефт? Ну, мечами мне не удалось махать. Ну, ну, ну. Как ты или я? Что? Ну, ну, ну. Неханское это дело. Один раз. Один раз. Но красиво. Но красиво. Да. Поскольку, да, Неханское это дело, я больше сидел на подушках красивых, ходил в нарядах красивых. Вот. Но сложности, ну, сложности в принципе их не было. Было жутко интересно, было невероятно. Действительно, каждый день это что-то новое, ты что-то постигал, ты что-то, представьте, это с четырех сторон, зеленый экран, части декораций и четыре стены. И зеленый экран с меточками красными. Все. И где-то на второй день я понял, что, ух ты, так это просто большой театр. Это просто чуть больше, чем тот театр, в котором я служу. Мы там играем в условных декораций, иногда вообще без декораций. Вот. Но почему-то существуем безусловно. Вот. И в этом сложности не было. Сложность была у меня лично, это было выучить текст на монгольском языке, и говорить, чтобы я понимал, что я говорю. Скажи, что там был профессионал, девушка вот эта, которая... Яна. Лемон, по-моему, фамилия есть. Ну вот, простите. Она вот как раз обучала, да, языком? Она со мной учила текст монгольский. Что-нибудь скажите, Саш. Давай, давай. Ух ты. Все уже вылетело. Нет, оно вот так вот. Но пока ты готовься, я скажу, что действительно, ну, как бы вот в плане монгольской речи, которую они выполняли, то есть для меня-то это вообще какой-то другой мир, потому что интонационно, выдыхательно, придыхательно какие-то вещи, ну, и Гоша, Гоша, да? Да, Георгий. И Александр, и ребята, которые там, ну, Женя... Женя Слинаджиев. Да, то есть они все это учили, все это говорили. У Саши причем были довольно большие тексты, и это не так просто, как, скажем, на английском фразу сказать или на немецком на каком-то это... Даже если ваши человеческие корни, может быть, ближе к тем местам, откуда вот этот язык, все равно, мне кажется, им было сложно, и действительно большой труд. Мы все-таки думаем на русском языке. Ну, конечно. Вот. И для меня было, как бы, сложно сделать его органичным, чтобы это не было, ну, просто говорящая голова, выученный текст. И как раз-таки я вспомнил фразу. Так. Арзянч мини авах анхорс хот болхюм. Вот это вот. Ты понял, что я сказал? Ну, про Рязань что-то. Что-то про Рязань, да. Как переводится? Да, переводится это. Рязань будет моим первым городом, который я возьму. Я сейчас только до конца осознал, насколько колоритно Илья и Александр смотрятся вместе, да? Как будто, на самом деле, Русь... Да даже без нарядов. Русь и Восток сошли здесь, да? А вот в наряде... В наряде... Илья такой типичный русский. Русский, русский парень. Русский, голубоглазый, светлоглазый, да. Рязанец такой, да. Владимир Владимирович, ну, я уже вставлю слово так, Владимир Владимирович, лидер нашей страны, сказал, когда нас увидел, сказал, а парень-то похож на рязанца. Отлично. Интересно, что бы он сказал, если бы... То же самое, сказал бы, а парень-то похож на рязанца. А это был Сашцы. Так, давайте, у нас есть еще 4 минуты. Есть еще вопросы? Вы знаете, кто... А, вопросы, что-то там. Что-то там, не знаю, спросить ли про отчество, или это сложно? Почему? Отчество Евпатия Калаврата. Да, по-батюшке. По-батюшке. А как же, уважаемых людей, они всегда по-батюшке называли. На букву... Не говори. У всех есть гаджеты, господи. На самом деле... Сейчас вспомнил. Все, вспомнил. Вспомнил, да. Такое немного в разрез идет. А в картине обращаются Евпатия по имени-отчеству? Насколько я помню, нет, ни разу. А, один раз, когда Ганец приходит в Муромске, или, по-моему, какое-то княжество, или Московск. Есть, есть в Муромске, и он говорит, что вот есть воевода, дружинник Евпатий Львович. Да, ну что, как? Вопрос на внимание! Вот я сейчас, как раз, я думал, сейчас вот я тебе показывал, он такой... Нет, он явно не мог услышать. Ну, ладно, кто туда не успел, да, хорошо. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, честно только, честно, пожалуйста, скажите... Это Олег, видимо, дозвонился, да? Да, нет, Олег. Олег, вы не слышали, что я сейчас сказал? Евпатий, отчество Львович. Ну, это не потому, что я сейчас его озвучил, вы же сами нашли этот ответ, ну, честно. Он успел позвонить для того, как... Спасибо, фу, хорошо. Олег, что хотите получить в качестве награды? Книжки еще остались? Остались. Да, есть, конечно, Майя Кучерская есть еще, ты была совсем другой 11-й год. И Ирина Соковых, твоя новая жизнь, только для женщин, правда. Но можно жене подарить. Хорошо, давайте только для женщин. Отлично. Я бы тоже, кстати, выбрал, да? Я бы доверен тоже. Ирина Соковых. Александр, ваш вопрос. А, еще можно, да, задавать вопросы? Да, еще, да. Ну что? Соображать быстрее. Соображать быстрее. Сейчас я собрался. Ну, Александр, ну, Александр, ну, Илья может помочь. Илья, помогите, пожалуйста. Может быть, что-нибудь спросить про то, что... Каким по счету было вот это княжество, на которое напал Батыс? Ой-ой-ой, это сложно уже. Ну, вообще, на самом деле... Ну, с вариантами ответа можно дать, ведь быстро. Ну, да, первое. Третье. Ладно, ну что. Ну, можно спросить, как называется исторический документ, который описывает этот подвиг? Он действительно один остался. Давайте, хорошо. И по нему мы, собственно, и снимали фильм. Как называется исторический документ, в котором, в общем-то, и отображено вот это все действие, связанное с ипотием Калаврата? Никто не запрещает вам смотреть, пользоваться подставкой? Да они давно все уже смотрят. Ты говоришь так, будто они там слушать нас будут. Конечно, смотрят давно уже. Все за газы-то схватились. 211-101. Ну, я тоже схвачусь за... Вы непосредственно уже сегодня или завтра уже будете покидать, да, наш город? Завтра. Завтра. Я вот сегодня. Нет, ты же завтра утром. Ну, рано утром, я считаю, что это, в принципе, сегодня. Вчера вы были в Екатеринбурге, сегодня у нас, далее еще несколько городов. Все, у меня Москва, у меня... Москва уже, да. Но у нас будет Архангельск дальше, наши ребята тоже пойдут. Ну что, есть желающие ответить? Алло, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Вас зовут Константин. Мне кажется, что это... Да, здравствуйте. Это повесть о разорении Рязани БТМ. Абсолютно. Я бы поправил просто одно слово, не повесть, а если мы вспоминаем древние документы, все-таки это... Летопись. Летопись. Отлично, прекрасно. Ну так, а вы боялись. Да, Константин, а вон какие-то... Я прям сидел, боялся. Да не хватает орешки. Определяйтесь с призом. Дудук есть. Дудук еще есть. Дудук есть как раз. Прекрасный концерт. Но предупреждаем, что только лишь... Один. Один. Одну персону. Да. Хорошо, отлично. Все, не кладите трубочек, вам объяснят, как вы получите билет в галерею прогресса. Ну, видимо, мы завершать уже будем на этом нашу беседу. Жаль, конечно, но время так быстро бежит. Еще раз напоминаю, что сегодня Илья Малаков и Александр Цой предстанут перед кировской публикой. Сеанс в Колизее «Легенда о Калаврате» начнется в 19.30, один из сеансов, вернее. И вот после его завершения как раз-таки можно будет с ребятами пообщаться. Ну, интересно вам так вот искренне, да, встретиться с нашим зрителям? Конечно. Ну, нашим зрителям-то как интересно, а? Это всегда здорово. Это действительно всегда здорово. Ты приходишь и приезжаешь в новый город, ты видишь новых людей, они задают новые вопросы. На самом деле, даже я могу еще добавить, что отчасти даже больше интересно, чем в Москве, потому что все-таки там зритель, ну, в хорошем смысле набалован уже. Избалован. Да, избалован, да. Ну, может, и не совсем в хорошем, да, и театральными постановками, фильмами и всем. А вот когда мы приезжаем в город, да, и со спектаклем, и вот сейчас с фильмом, это у меня вообще первый такой опыт, мне прям очень не терпится, на самом деле, встретиться с дорогими зрителями, гостями и жителями Кирова. Так что, дорогие зрители, радиослушатели, приходите сегодня, мы с удовольствием с вами встретимся, расскажем вам все, что можем о фильме. Подеремся на мечах, если. Не, ну ты давай сам будешь махать. Спасибо большое. Великанское это дело. Спасибо. Илья Малаков, Александр Цович, дайте вам творческих успехов. Спасибо вам. На этом завершается культпоход. Я не прощаюсь. До встречи в программе «Союз нерешимый» через 20 минут. А я в понедельник, Данилович. Культпоход.